здравствуйте дорогие зрители сегодня 8 января кто не смотрел предыдущие ролики поздравляю всех с гражданским новым годом с наступившим и с наступившим рождеством христов у нас сегодня наполнит торт сметанный и мы решили его поесть творогом так как гости к нам никто не пришел мы вот ели его в рождество вчера на полник тоже поделили и сегодня будем доедать тоже никто не пришел есть гранат еще остался из фруктов ели конечно много апельсин и мандарин прикус у нас были и вот муж делал холодец еще одна чашка осталась и мы ну я еще не пробовала вот попробую немного я не люблю холодец 1 января мы доедали то что мы кушали вечером 30 1 декабря провожая старый год а новый год как бы мы не встречали потому что были у меня службы и предрождественские рождественские и особо не готовила пельмени варили пельмени до рождества варили постные картовные с наступившим рождеством пельмени варили мясные но муж и в пост уже и кушал мясные и вот ищу конфеты разные надо нам на заваривать остались конфеты но мы не много их конечно ели часть поделили кому-то подарили торт с творогом очень вкусно получилось один тот как-то он такой сильно сладкий с творогом когда творог не кладем сахара можно сметана тоже я не стала класть и молока наливать он такой хороший творог консистенция у него очень приятная и вот так вот часть торта и часть творога берем ложку и кушаем получился очень приятный полдник вчера праздничный и сегодня тоже будет такой же полдник сегодня целый день перемывала посуду посуда накопилось много так как я уезжала в челябинск детям у нас родился третий внук и познакомилась ездила с ним но в основном была у дочери уже они вечером 2 часа меня взяли к спе фотографии вконтакте есть и мы я в основном была у них общалась с внуком который которому три с половиной код но вот года нет ему скоро уже 4 феврале ему будет 4 много с ним общалась старший внук у нас уже большой ему уже 12 лет скоро будет 13 не с ним тоже пообщалась когда была у сына в гостях ну и вот со всеми вместе пообщались мы а муж оставался дома так как дом не оставишь один и в основном смотрит телевизор праздники снега очень много выпадала снега убирал и так же сварил мне пельмени перед тем как я приехала я приехала с автобуса пришла домой и пельмени уже были сварены теплые приятно очень когда кто-то встречает и приготовит то что вам нужно покушать но у меня в основном готовка каждый день но так как у нас гостей гостей нынче не было особо старый новый год когда мы провожали только соседка была и стул я уже показывала предыдущих видео какой мы накрывали всего понемногу два салата и прочее поэтому кто хочет можете посмотреть там елку включая каждый вечер и где-то до пол двенадцатого до двенадцати у нас мигают огоньки у нас дорога идет ведет на мыс и там у нас стоит стадион на котором сейчас открыт каток дети когда идут с катка люди идут из гостей или на работу или с работы вот чтобы им было радостно и поставили елку возле окна чтобы она ярко светила мигала проходящим людям всех чтобы радовала не только нас у нас вот картина рождества иисуса христа но она то не про не икона просто картина внизу вот икона стоит тут у меня лекарства стоят на комоде много лекарств приходится принимать также поставила вот еще не снимала фикс прайсе купила вот таких деда мороза со снегурочкой поздравляющих всех с новым годом ну и тут у меня стоит градусник и вот утром рано тоже включаю потому что сейчас некоторые уже едут или идут на работу и вот чтобы елочка всех порадовала своими огоньками какие-то подарки я уже увезла детям и внукам и здесь еще у меня остались тоже шоколад конфеты может быть кто-то еще подойдет к гости у дочери остались конфеты вот такие вот подарила своим воспитанницам с которыми водилась в храме моя сестра семьюродная трудилась в воскресной школе у нее две девочки и вот одна уже взрослая конечно учится в институте но все равно им я думаю приятно было получить вот такие вот матрешки внутри которых находятся конфеты и вот одна осталась а тоже потом может быть когда-то откроем эти конфеты попробуем никогда не знаю какие конфеты там вот и еще привезла нам соседка мармелад такой вот мы никогда не покупали он там шариками катается маленькими шариками со вкусом черной смородины это немножко видимо в основном муж мне сладкое нельзя поэтому сладкого я стараюсь есть поменьше а то сахар очень сильно поднимается ну вот так проводим эти дни сейчас запустила стирку хотя второй день всего Рождества Христова но мы перед праздником ходили в баню сменила постельное белье поэтому у меня сегодня еще и стирка посуду я все перемыла у нас еще есть пельмени на ужин можно сварить понемногу съесть что-то сегодня постираю что-то завтра и будет у нас и чисто и все выстиранное белье будет висеть сушиться мне нравится очень стирать когда достаешь белье пахнущее ну бывает очень хороший порошок я биопорошок покупаю и белье очень вкусно пахнет оно висит дома у нас сейчас не на улице на улице не вывешу потому что уже не могу холодное белье заносить домой я сразу задыхаться начинаю поэтому белье вешаю зимой сушить дома и очень люблю когда висит чистое белье вот варить готовить что-то я так сильно не люблю а вот люблю именно стирать когда уже развешиваешь чистое белье это у меня еще с детства в детстве мама у меня водила на египские фильмы и мне очень ярко запомнился эпизод из одного фильма как девушка принесла белье стирать на речку она его стирала и тут же стояли палки между которыми были протянуты веревки и она прямо на берегу реки и там же жарко, солнышко ярко светит она развешивала это белье чистое на веревке и оно у нее мгновенно высыхало затем она собирала, свешала другое ну вот так же летом я раньше стирала в машине и развешивала во дворе белье и мне всегда вспоминается этот эпизод и с тех пор я полюбила стирку у меня когда первый ребенок родился я стирала пеленки часто стирала и свою одежду прям в тазике просто замачивала ненадолго и потом стирала и мне всегда нравилось стирать хоть в машине стираю, хоть на руках что-то стираю всегда нравится стирать ну вот так и прошли эти наши праздники и а Новый год мы будем встречать 14 января старый Новый год потому что Новый год начинается от Рождества Христова как же мы встречаем Новый год 1 января, когда еще Рождество Христово не наступило вот именно по этому календарю по которому мы сейчас живем ну а мы проводили 31 декабря старый год встретили праздник Рождества Христова но встречать старый Новый год мы обычно не готовим столько много сколько на Новый год или Рождество отключала потому что машина стиральная очень сильно стучит а старый Новый год мы теперь с мужем любим ходить на площадь прогуляться или вокруг завода технических камней ну или из площади по площади много погуляем посмотрим там какие фигуры вылепили просто прогуливаемся дышим свежим воздухом и возвращаемся домой надолго не ходим но смотря какая погода прошлый год ходили гуляли тоже я снимала вечерний наш провинциальный городок там в центре показывала тоже ролик есть на ютубе и ну а в детстве когда мы учились в школе в средних старших классах конечно мы еще не знали что гадать нельзя что это языческий обычай и мы гадали и курицу с петухом домой заносили чтобы раскручивали курицу с петухом и они клевали у нас зерно смотрели в зеркало воду пили и у каждой было разное что делали петух с курицей ну в общем то оно и так и получилось также валенки кидали через ворота гадали в колечко смотрели в стаканик в стакан клали колечко и в зеркало смотрели но это страшно конечно было когда появляется лицо суженого молодого человека то это действительно оно появляется конечно но становится страшно это же все таки бесовские показывают и делают и мы сразу включали свет еще нельзя чтобы по пояс уже суженный как бы приблизился и чтобы его посмотреть по поясу уже тогда уже нужно обязательно переворачивать зеркало вот и теперь конечно мы покаялись все в храм когда начали ходить что гадали в общем то сошлось у всех подружек вот может быть прогадали что-то прогадали свою жизнь и получили другую жизнь не ту которую нам Господь уготовил сначала а сейчас славим Христа поздравляем друг друга с Рождеством Христовым и вас тоже поздравляю с праздником Рождества Христова святки длятся до 18 января можно ходить поздравлять друг друга и когда приходят поздравляют славят Христа как моя бабушка рассказывала пели тропаре кондак Рождества Христова это уже правильно по православному калядовать калядки раньше калядовали надевали маски разные там шубы переворачивали наверх мехом одевали шубы это все-таки языческое празднование Нового года или Рождества храм а правильно ходить в красивых одеждах к которым мы приходим в храм и гостям тоже к которым мы придем их поздравлять тоже приятно когда все одеты в красивые одежды и поем тропарь и контакт Рождества Христова мы как-то поздравляли очень стареньких соседок знакомых ходили поздравляли но потом начался ковид после ковида уже мало осталось и они уже конечно постарели эти знакомые им уже как бы это утомительно принимать гостей поэтому теперь только уношу просфоры ну вот по мере сил стараемся делать добрые дела на СВО конечно что-то шили отдавали материал готовили на перевязку стирали разрезали гладили и также продукты в магазинах в светофор обычно ходим там стоит большая корзина для продуктов которые отправляются на СВО и всегда кладем туда продукты но как-то о добрых делах рассказывать не принято так как их очень мало в основном грешим конечно вот добрых дел можем сделать мало ну не выходя из дома даже можно как бы это тоже делать доброе дело если никуда не ходишь и почаще как бы дома читаешь Евангелие напоминаешь своих близких о здравии за упокою на псалтыре а на Евангелие о здравии это тоже доброе дело всем доброго здоровья и мир дому вашему Рождество Твое Христе Божий наш Восия мир и весь свет разума в небо звездам служащие звездою учахуся тебе кланяйте со солнцу правды и тебе ведите с высоты востока господи слава тебе дева несприсущественно горождает и земля вертеп неприступному приносит ангели с пасторами слава словят мол свеже со звездою путешествуют нас бы ради родися отроча благо превечный бог 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 подпишись подпишись Продолжение следует...